14 февраля отмечается 24-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Накануне этой даты в Караганде состоялась презентация книги Амангельды Жантасова «Отряд Кара-Майора». Это дань памяти воинам-афганцам, которые до конца выполнили свой интернациональный долг. Подробнее в материале Сергей Высокосова. В тепле и квартирном уюте книга Амангельды Жантасова «Отряд Кара-Майора» воспринимается не так остро, как при встрече однополчан, которые собрались в Карагадинском дворце культуры горняков. Они приехали сюда не только со всех концов Казахстана. Из Туркмении и Киркизии прибыли заместители министров обороны, которые в 80-е годы прошлого столетия служили в отряде Карам-Майора Бориса Киримбаева и были молодыми лейтенантами. Среди собравшихся воины-интернационалисты с семьями, депутаты мажориста парламента Республики Казахстан, представители Центрального аппарата Народно-деморологической партии НУР-ОТАН и, конечно, сегодняшняя молодежь. Стоя овациями, зал встретил легендарного героя книги Киримбаева Бориса Тукеновича. «Наш батя» – так до сих пор его называют те, кто служил под его началом в Афганистане. «Самое ценное то, что становляешься командиром там, именно в Афганистане, чувствуешь ответственность такую, ну, это нелегко ее носить на плечах. Это в первую очередь жизнь людей». Экстремальные условия заставляют проявлять высшие человеческие качества. Война – это не просто борьба между жизнью и смертью. Это кристаллизация нравственности, мужества, патриотизма, преданности. Обо всем этом и говорится в книге о Мангледи Шантасова «Отряд кора майора». Без лозунгов и пафоса автор рассказывает об афганской войне, участником которой он был, и о легендарном майоре Борисе Тукеновиче Киримбаеве, под командованием которого он служил в 177-м отдельном отряде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР. Книга автобиографична, но писатель выдвигает на первый план масштабную фигуру командира спецотряда Бориса Киримбаева. Через судьбы людей, которые сплелись в единый жизненный клубок, о Мангледи Шантасов рассказывает о родном отряде с первых дней его формирования, в январе 1980 года в Копчегае, и до 1983 года, когда закончилась война для первого состава мусульманского батальона. Так называли спецотряд в Афганистане, потому что набирался он в основном из казахстанцев и выходцев из других восточных республик Союза. Она вызывает такой большой интерес у нас среди воинов-интернационалистов. Это то, что там написано очень правдиво, раскрывает все вот эти проблемные и такие вот боевые действия, которые проводились. Когда я эту книгу читал, мне казалось, что вот, когда вот прерываешься читать, и кажется, что вот только что вышел, ну, с той же вышел, прошел колонну, вышел с того же боя. Сейчас я вас двух товарищей встретил, приехали из Каменогорска. Это те ребята, которые выносили меня из поля боя раненым. Это очень приятно. Книга важна и нужна не только как память о прошлых исторических событиях. Она, несомненно, будет интересна и сегодняшней молодежи. Ведь тогдашним героям тоже было 18-20 лет. История дама с претензиями, ей важны масштабные события. Автор же отряда «Кора-майора» обращает внимание на детали, скорее бытовые и понятные каждому читателю, но не теряя документальной фактуры повествования. Много лет прошло и многое стало уже забываться. С кем не встречаешься и не спросишь, вот все, много уже не помнят, как было, что было. И вот, чтобы вот это все вот собрать как-то, каким-то образом подытожить нашу боевую работу в тот период и передать подрастающему поколению. Нам всем нужны герои. Но не просто выдуманные или сказочные, а реальные. Такие, как в книге о Мангельде-Жантазово «Отрядка Ромайора». Они сочетают в себе мужество и преданность делу, которому служат. Ребячество и романтизм. Высокую гражданственность и житейскую мудрость. На презентации был впервые показан видеоклип песни Людмилы Мельниковой «Мать-солдата». В его съемках принимали участие воины-афганцы города Караганды. «Мать-солдата» Живое слово для понимания книги Жантазова. Она не будет пылиться в библиотечных запасниках и наверняка займет достойное место на книжных полках казахстанцев. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.